всем привет ребята вы на канале шоу по делам вот ребята не выбрался в парк покормить лисят ребят холодный караул я еще приехал в такое время был 6 часов начинает температура падать ну что ребят давайте посмотрим по следам что свете здесь очень много лисик следов у того места где обычно я кормил шури когда давайте вместе пройдемся до пенечка вот посмотрим есть кто нет вы знаете я здесь стою сейчас мороз деревья качается начинает издавать хруст все деревья хрустят ребят так немножко конечно жутковато вот здесь ребят был пенечек вот мы здесь что-то оставляли ведь ребят ничего нету вот кто-то сюда приходит частенько на думает наверное чичи так ребят следов очень много пока никого нет купил я лисятам куриных сердечек пол кило и 4 куриные ножки это все от вас и ребята подписчиков моих большой вам всем человеческое спасибо ну что давайте попробуем их дождаться я взял сегодня термос собой горячий не знаю насколько меня хватит ну что ребят вот я почистил площадочку для лисят чтобы им удобно было кушать вот ребят гостинчики куриные ножки ребят и куриные сердечки весь пакет ребят с мясом но люди передали это я в раз бросаю а это ребят попробую лисят дождаться вот но если никого не дождусь что-то оставлю на пеньке то же самое ребят брошу в норку вы знаете у меня трагедия потерял палочку но ребят вопрос быстро решился я просто ребят сделал новую вот она моя палочка новая так что ничего страшного ребят ребят немножко дискуссий вот мне очень много поступает комментариев с той стороны со стороны украины но с разными обвинениями по разным они меня там хоронят каждый день вот обвиняют меня что я оккупант что я при приезжал к ним туда за ленточку привозил гуманитарную помощь которая не только шла нашим военным а также местным жителям которых они бросили вот вода медицина одежда еда причем я ничего из боевого оружия не привозил я чисто была гуманитарная миссия вот представляете вот ребят это екатерина которая привезла гуманитарную помощь расскажи пожалуйста что вы собрали полоса брать и сейчас и госпиталь потребность рядом куда-то делся от если выгружал другом караул до машина вроде кажется маленькая нагрузили смотрите почти камаз это у вас госпиталь да и тут это детский сад нет едет медицина госпиталь и едут вещи для детей то есть там их заберут а чё нормально мне нравится блогер они скажут по поводу вот этого гуманитар сейчас куда что пойдет распределение мы сейчас сейчас госпиталь здесь у нас раненых бойцов ждет одежда предметы личной гигиены подменная белье и также у нас медикаменты для работы госпиталя и мы еще часть привезли для скорой помощи который на полосы рядом ребята приезжают заранее на передовую и так как в машине холодно возить раненых открывать изъяло и привозить до пусты здесь же еще что-то для детей и здесь у нас отдельно привозим еще и детей в этот раз мы привезли и в рюкзаке много канцелярии потому что для школы до что ли да это именно для школы просто у нас человек придет и заберет именно для детей даже здесь тоже большая нехватка да и они хотят создать кружок рисования творчество додить не хватает окраски кисточки до что бумага на чем рисовать кисточки краски карандаши хромастера альбом обрезной материал ножницы много всего именно для детского творчества так что хочу сказать лишним здесь ничего не будет любая помощь она приветствуется а вот горячей на передов а у нас ответственный а вот разряда Залазить, да? Концветы. Тетяну. Это Тетяну. Ну, короче, расставь. Легай! Да, это ваш. Носки. Носки в полке, да. Шесть барс-чеков. Привет, канал. Островцы молодцы. Жителям воинской славы города Коврова большая благодарность. От солдат шестого барса. Возвращайтесь с победой. Спасибо. Ждёмся с победой. Спасибо всем за гуманитарную помощь. Я не в крови. Сложь корму одену, тогда приду. Ха-ха-ха-ха. И так же меня обвиняют они оккупантом, что я кормлю лесят. Вот видите, что у них там вообще в голове. Но я вам скажу одно. Это касается чисто жителей России. Вы знаете, когда я был за ленточкой в 22-м году в районе Попасной, вот, мы зашли с группы в одну из школ. Школа была разбомбита солдатами ВСУ. Вот. И когда мы зашли в класс и увидели учебники по учебной программе, которая была для детей Украины, у нас у всех сомнения сразу пропали. Вы представляете, у них в учебниках написано пособие для детей. Ну, проще говоря, как убивать российских солдат. Представляете, они уже в школах детей учат, зомбируют. Такими вещами создали книжки, учебную программу, где настраивают детей на ближайшие государства, которые к ним, к агрессии, обманывая их, вообще вводя в заблуждение. Я потому что когда прочитал, там, если честно, оно мне когда переводили, там половина украинский, половина польский. Язык такой, знаете, что-то среднее, западенский похож. Там все четко прописано. Представляете, идет зомбирование детей. И агрессия. Что вообще может быть у людей в этих голове? Далеко ходить не надо. Ваши дети в России учатся в школах. Вы так прекрасно понимаете, что у нас нет такого. У нас не преподают такое. Вы вот теперь сами поймите, что у них в школах преподают пособие к агрессии к Российской Федерации и как убивать российских солдат. Детям. Вы знаете, когда приехал из-за ленточки, я зашел в одну из школ города Москвы. Причем директор школы. Ни одно учебное заведение входит в юрисдикцию под контроль этому директору. Тем более директор депутат. Я задал вопрос. Я говорю, вы скажите, у нас есть какая-то пропаганда? И рассказал то, что я там увидел, что там в книжках написано. Вы знаете, надо было видеть глаза директора. Просто человек был в шоке. Говорит, у нас такого вообще нету и никогда не было. А теперь вы задумайтесь сами, почему так происходит. Ну что, ребят, дело дошло до чая. Вот, ребят, пью чаек. Блин, действительно сейчас очень сильно холодно. Я замерз. Я уже здесь танцую по-всякому. Вот. Не знаю, насколько меня хватит. Я уже думаю сейчас все уже разложить. Потому что, возможно, сегодня лисята не выйдут. Сейчас уже, я думаю, наверное, где-то минус 17 градусов. Ну что, пью за ваше здоровье. Горяченький. Ну что, ребят, вот я оставляю гостинчик на пенечке. Куриную ножку и куриный сердечек. Видите, сколько много? Вот сейчас остальное, ребят, раскидаю по нормам и поеду домой. Я думаю, ребят, я замерз. Ребят, я серьезно замерз. Караул, руки замерзли. Я сейчас посмотрел, минус 17 градусов. Да, ребят, в лесу с дорогами беда, смотрите. Маленькая тропинка, кругом снег. Вот вы знаете, я ехал вот по такому снегу, а он как слоиный пирог. То есть резина вязнет, взрывается. Я шел пешком, не мог даже вот здесь проехать. Ну что, ребят, я уже в одной норы скинул. То, что мне люди передали, там мясо. Вот, сейчас пойдемте. Где я Шурика недавно красил. Остальное скинем здесь. Вот, еще, ребят, здесь недалеко нора есть. Тоже туда брошу. Потому что там лисята обитают, я видел. Так, ребят, а где? Прикиньте. Вышел и не пойму, где здесь ихняя нора. Все замело, караул. Сейчас будет минус 24. Но им действительно холодно будет, их надо подкормить. Так. Ну что-то не вижу, что кто-то что-то приносил. Хотя здесь следы свежие есть. Люди были. Еще, ребят, у меня три ножки осталось. Сюда бросим две штучки. Так, вроде следы присутствуют лисии. Восемь сюда две. Вот. Насыпем, ребят, куриных сердечек. Еще, ребят, в другое место отнесу, все сброшу. Так, вот хватит сюда столько. Что, ребят, пойдемте теперь в другое место. Вот. Сейчас очень холодно. Конечно, они не выйдут. Они греются. И там, ребят, все остальное сейчас сбросим. Я уже сам, как здесь снеговик, замерз. Здесь кругом деревья хрустят. По ощущению, что вокруг меня кто-то ходит. Вот. Смотрите, здесь свежие следы. Кто-то из людей сюда ходит, все проверяет норы лисии. Недавно причем след свежий. Посмотрим. А он что-нибудь бросил из еды. Нет, ребят, еды не бросил. Кто-то здесь просто ходит, чем-то интересуется. Так, ладно. Бросаем, ребят, куриную ножку. Полетело. И, ребят, вот куриные сердечки. Это, ребят, все сердечки ваши полетели к ним. Вот. С любовью. Ну, все, ребят, все я скинул. То, что я им покупал. Ну, что, ребят, поеду я домой. Замерз караул. Ну, что, друзья, доехал я до дома. Что у нас по температуре? Смотрите, хорошо вам видно. А я и не пойму, что я так резко замерз. Представляете? Что у нас по времени? 7.55. Видно вам? Вот столько, ребят, я был сегодня на улице. Я не знаю, где-то я пол шестого, может быть, выехал. Я уже и не припомню. Вот. У меня дорога, ребят, занимать туда. На велосипеде минут 35, обратно 35. Потому что сейчас уже снег такой тяжелый. Пешком-то я хожу там час двадцать где-то туда, час двадцать назад. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok